Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о платформе Патреон. Слово на слуху, пора разобраться с тем, что это такое. Патреон — это платформа для поддержки создателей контента. Любого. То есть для всяких разных творческих личностей, которые в любые времена живут весьма и весьма непосредственно. То есть без средств существования. Изначальная идея в том, что на Патреон выкладывается какой-то контент, который открыт только для патронов. То есть для тех, кто переводит пожертвования. Назовем их все-таки так. Поэтому прайс здесь — это не те деньги, что платите вы, а те, что удерживают у вас из привлеченных средств. В России, как мне кажется, Патреон — это не про закрытый контент, где люди подписываются ради плюшек, а про поддержку авторов. Ну то есть стандартно стать спонсором канала, но все-таки еще и с плюшками. Можно выбрать тут две категории, в которые попадает ваш контент. Давайте я по легенде создам аккаунт с видеоуроками Теплицы. Но не ищите, я его удалю впоследствии. Если бы, кстати, создал реальный, там было бы много уроков по DaVinci и по всякому видеопроизводству. И там бы я отвечал на все комментарии. Простите, сейчас на канале не могу. Их много, и это отдельная работа — объяснять в комментариях, как делать то или другое в DaVinci, например. Это я к тому, как привлечь патронов, будучи автором канала Теплицы, например. Итак, мы выбрали видео и другое, так как я не нашел подходящей категории. Указал, что у нас нет контента 18+, и мы не будем распространять мерч, то есть всяческие футболки, тем более, что это добавляет еще 3% комиссии. Далее нужно связать аккаунт хотя бы с одной социальной сетью, чтобы администрация видела, что вы действительно создатель контента. И на этом все. Дальше приступаем к оформлению страницы. Делается это весьма просто. Название и что, собственно, мы делаем. Не пишите много, будет некрасиво. Вообще, так как в России патреон не очень развит, умные люди советуют писать все по английски и ориентироваться на англоязычную же аудиторию — Европу и Америку. Но если говорить про контент теплицы, она ориентирована на русскоязычного зрителя и перестроить это невозможно. Поэтому и здесь я все буду заполнять по-русски. Далее фото и обложка. Их я подготовил заранее. В принципе, все как в стандартных соцсетях. Патреон частично, кстати, напоминает соцсети. И URL, но тут уже по-английски. Еще можно добавить описание страницы и вступительный ролик. Это будет наверху, так что если вступительный ролик ни о чем, лучше не добавляйте. Но я добавлю. Так, для примеров. Тут, кстати, чек-лист того, что сделано и что еще нужно сделать. Чего-то не понравился ему хедлайн, ну ладно. Далее Tears, то есть уровни патронов. Это, кстати, доступно только начиная с плана Pro, то есть с 8% в месяц. Вы можете выбирать, для каких категорий патронов какой контент будете выкладывать. Ну и как вообще будете дифференцировать жертвователей в зависимости от суммы пожертвования. Все это настраивается. Здесь приведены некоторые стандартные тарифные планы, если можно так выразиться. Вообще, насколько я знаю, Патреон весьма активно используется всякими художниками и дизайнерами. И в зависимости от суммы патронирования художники выкладывают картинки разного разрешения или разной степени обнаженности персонажей, простите за пикантную подробность. Так, тут про мерч и это нам не важно. А тут про получение платы. Ежемесячно, хотя можно и за каждое новое изделие, то есть считай пост. Тоже, кстати, не для нашего тарифного плана, но и для меня это точно не подходит. Выбор валюты и еще несколько настроек страницы. Касаемо детали аккаунта, страны и цветовой схемы. Надо сказать, что ее тут почти нет, но все равно выберем. Тут еще ряд настроек, как то, скрыта ли информация о количестве патронов и ежемесячной сумме, которую они переводят. Тут ссылки на соцсети. Ну в общем все. Смотрим, что получилось. Чего-то не все получилось. Где все наши названия, описание канала видео. А, отлично. Save Change. Нетривиальное решение. Все, что я написал, пошло прахом, поскольку везде нужно было нажимать Save Change. Все, короче, сейчас по новой все заполню. И после заполнения мы видим, что чек-лист весь зеленый, а значит можно публиковать страницу. Они ее теперь будут смотреть на предмет соответствия правилам. А я пока добавлю первый пост. Это будет видео. Собственно, тут мы как раз и выбираем, кому будет виден наш пост. Всем патронам или по категориям. А можно сделать вообще публичный. Вставляем URL. Понятно, что видео не должно быть доступно всем на YouTube. Хотя ваши патроны легко могут скопировать ссылку и делиться ей дальше. Но тут уж не знаю, как обойти. Скорее это на доверие. Ну и все. Теперь вам остается дождаться одобрения от администраторов платформы. У меня это заняло минут 15 и запускать свою страницу на Патреон. Запускайте, кстати, именно из письма. У меня как-то так получилось, что я второй раз отправил на согласование, запуская из интерфейса. Ну и вот. Так выглядит страница для не патронов. Пост скрыт. Вот такой он Патреон. Идея хорошая, реализация тоже нормальная. Все любите друг друга, поддерживайте художников и без этого не выжить. Если это хорошие художники. Вообще каждый спонсор на платформе это небольшой Третьяков. Весьма достойная роль в истории. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Подписывайтесь на наш канал! Потеряк! Потеряк! oliйте мои глазки. Продолжение следует...